Целое поколение северо-вьетнамцев родилось, жило и умерло, глубоко веря в одно, в объединенный Вьетнам под управлением коммунистов. Северо-вьетнамцы никогда ничего не знали, кроме войны. В ЦРУ мы недавно закончили изучение их боеспособности и подготовки. Перелистните. Эти снимки были сделаны при утреннем облете. Два часа спустя, на лодках и плотах, им снова начали доставлять боеприпасы, чтобы в 3.00 взорвать мост, который выдерживал и доверху груженные грузовики. Взрывчатка была установлена по всей длине. Для перевозки груза они используют велосипеды. 500 мужчин и женщин, старшим из которых по 70-75 лет, помещают груз на велосипеды. Каждый из них везет до 600 фунтов в направлении моста Джерри-Игда, к следующему поезду, направляющемуся на юг. Воздвижение насыпи для возобновления возможности движения по дороге является задачей детей, которые играют около магазина. Это их первая обязанность. Господин президент, у них есть известные сигареты, которые называются Дьен Бен Фу. Это из Йорктауна или Ватерлоу. Там они разбили французов в 1954 году. Напоминания о войне – их наиболее частый момент в повседневной жизни, даже когда они курят, господин президент. Их герои… Этот парень был казнен за попытку убийства министра Макнамара в прошлом году в Сайгоне. О нем написана песня. Возвышенный и застреленный. Еще Норман Моррисон. Норман Моррисон был человеком, который в прошлом месяце осуществил акт самосожжения перед зданием Пентагона. Великий герой. Великий герой. Великий герой. Великий герой. Продолжение следует...